Противник погибает, несет потери и отступает. Российские войска продолжают атаковать мирные украинские города. Поздно вечером 5 августа они запустили БПЛА и ракеты в направлении Киева и пригорода. Информации о пострадавших не поступало. В воздушных силах Украины подтвердили, что оккупанты били баллистикой. В результате сбито 4 ракеты и 15 ударных беспилотников. Тем временем стало известно, что ранее РФ запускала по Украине ракету КНДР. Она не долетела до цели. Об этом сообщает Defense Express и отмечает, что 31 июля ракета летела в направлении Белой Церкви. Она упала на территории Киевской области, вероятно, после взрыва в воздухе. На месте падения этой ракеты нашли обломки с маркировкой, которые соответствуют ранее обнаруженным остаткам баллистических ракет типа КН-23, которые РФ использовала для ударов по Украине в начале 2024 года. В мае офис генерального прокурора сообщал о том, что наши специалисты исследовали обломки 21 из 50 северокорейских баллистических ракет, которые на тот момент Россия отстреляла по Украине. Более половины из них во время полета потеряли запрограммированную траекторию и, вероятно, взрывались в воздухе, поскольку факт пуска этих ракет фиксировался, но их обломки найдены не были. Этим летом Россия не будет начинать новое наступление вдоль линии фронта на востоке Украины. Об этом заявляют западные аналитики, а также представитель ГУР Украины Андрей Юсов. Пишет Newsweek. О повторении широкомасштабного наступления по всей линии фронта, как в феврале 2022 года, пока не может быть и речи. В Институте изучения войны считают, что российские войска вряд ли проведут новую наступательную операцию из-за материальных и человеческих ограничений. Достижения России были обусловлены большим количеством потерь среди ее личного состава. И в последние месяцы Украина часто сообщала, что более тысячи бойцов Москвы получают ранения или погибают ежедневно. Украина тем временем получает значительную помощь от своих западных партнеров, в частности, военную технику. Россияне из-за больших потерь перебрасывают на харьковское направление подразделения из Луганской области. Об этом сообщил спикер ОТГ Харьков полковник Виталий Саранцев в эфире телемарафона. Последнее подразделение, которое сейчас выдвигается на харьковское направление, это 22-й мотострелковый полк. Он идет из Луганской области. По словам Саранцева, противник также проводит внутреннюю ротацию. Он привлекает добровольческие подразделения или даже иностранных граждан, которых или принуждением, или обманом заставляет идти в бой. Это представители либо Ближнего Востока, либо Среднеазиатских или Африканских стран. Военный уточнил, что оккупанты продолжают штурмовые действия на Харьковщине, но результативность нулевая. Противник погибает, несет потери и отступает. Саранцев отметил, что средства, которыми враг пытается вести разведку, глушатся рэбом или сбиваются. Российские оккупанты на востоке Украины избегают лобовых столкновений с боевыми машинами пехоты Брэдли. Об этом заявил командир украинской бронетехники на Крисмос военной 47-й механизированной бригады. Пишет Униан, ссылаясь на Newsweek. Россияне знают, что такое Брэдли. Они не хотят встречаться с этой машиной лоб в лоб. Я, наверное, тоже не хотел бы этого на их месте. Украинская 47-я механизированная бригада была единственным известным оператором боевых машин пехоты Брэдли, а также американских основных боевых танков М1 Абрамс. Согласно документам Пентагона, США отправили в Украину более 300 Брэдли, а также 4 машины поддержки. Самолеты F-16 способны отогнать авиацию российских оккупантов, чтобы эффективность запуска российских кабов стала существенно ниже. Об этом заявил авиационный эксперт Богдан Долинца. Учитывая то вооружение, которое было анонсировано и которое мы получим вместе с самолетами, это означает, что F-16 могут выполнять и дополнительные задачи. То есть защита воздушного пространства и уничтожение воздушных целей, что позволяет отогнать российскую авиацию от рубежей использования корректируемого вооружения, в том числе и кабов. Долинца добавил, что ранее было объявлено, что F-16 будут работать на расстоянии 50 км и более от линии фронта, чтобы не заходить в зону поражения ПВО врага. Исходя из этого, можем говорить о глубине защиты F-16 в 50-60 км за линией фронта или непосредственно вглубь территории Российской Федерации, если вместе с самолетами нам будет предоставлено разрешение уничтожать вражеские воздушные цели в российском воздушном пространстве. Бывший заместитель начальника Генштаба Вооруженных сил Украины Игорь Романенко рассказал о возможностях, полученных Украиной истребителей F-16. За счет его применения можно будет выполнять задачи истребителя в системе противовоздушной обороны. F-16 — это дальнобойная рука системы ПВО, истребители для уничтожения аэродинамических целей, к которым относятся самолеты, вертолеты, крылатые ракеты и баржирующие боеприпасы типа «Шахет», а также БПЛА, например, разведывательные. То есть достаточно широкий спектр средств, и их уничтожение очень важно и принципиально. Романенко отметил, что крылатые ракеты россияне модернизировали, и сейчас Х-101, Х-555, а также «Калибры» летают на низкой высоте и таким образом могут преодолевать нашу систему противовоздушной обороны. И F-16, которые действуют с воздуха, им лучше с этими локаторами обнаруживать эти цели и уничтожать. По словам Романенко, на этом этапе надо формировать систему воздушной разведки управления над Украиной, и в этом заинтересован ряд стран Европы. Эксперты по вопросам авиации Анатолий Храпчинский заявил, что с западных истребителей F-16, которые показывали 4 августа, было снято определенное оборудование. На самом деле у тех самолетов, которые вчера показывали, то там было снято некоторое оборудование, что не позволяет полностью оценить характеристики этого самолета. Дополнительно были поставлены некоторые очень интересные вещи. Храпчинский отметил, что определенная засекреченность важна для того, чтобы россияне не могли понять все возможности истребителя и подготовиться к атаке. Это очень правильно сделано, чтобы наши соседи не понимали до конца, что именно может этот самолет, и не были готовы к определенным возможностям этого самолета. Тем временем пока точно неизвестно, какое именно количество F-16 получила Украина от западных партнеров. Как пишет Институт изучения войны по данным The Economist, было получено 10 из 79 обещанных самолетов. Однако ожидается, что до конца года их количество возрастет до 20 единиц. В Институте изучения войны отмечают, что Украине потребуется значительное количество реактивных F-16. Отмечается, что российские милблогеры пытаются преуменьшить потенциальные последствия использования американских истребителей на фронте. Они активно начали обсуждать, как оккупанты будут уничтожать эти самолеты. Эта позиция противоречит официальным спикерам, которые пытались выставить F-16 как красную линию, переход которой может заставить РФ перейти к эскалации в ответ. Представитель военно-морских сил ВС Украины Дмитрий Плетенчук заявил, что даже после точных ударов сил обороны по ценным ЗРК во временно оккупированном Крыму россияне продолжают стягивать на полуостров другие пусковые установки. Производство этих систем вооружения – процесс достаточно длительный и дорогостоящий. То есть эти установки точно не кончаются. В какой-то момент удары по вражеским объектам будет соломинка, которая сломает хребет верблюдам. Спикер также отметил, что в частности в Азовском море на протяжении длительного времени присутствия вражеских кораблей не наблюдается. В Черное море россияне решаются выходить только подводными лодками. Сейчас там находится одна подводная лодка. Напоминаю, вышли субмарины втроем, две уже вернулись в пункт базирования Новороссийск. Боевого применения этих подводных лодок не было. Он добавил, что пока российские корабли находятся на базе Новороссийске, надо считать, что они присутствуют в акватории Черного моря. Опасность подтверждает тот факт, что в прошлый раз корабль «Адмирал Макаров» вышел всего на час, запустил четыре калибра и после чего вернулся на базу. Не следует забывать, что это не только корабли, но и авиация, в том числе и состава Черноморского флота Российской Федерации, которая пока присутствует в воздушном пространстве над нашим Черным морем 24 на 7. Иран через Венгрию предупредил Израиль о своих планах нанести удар, сообщает The Jerusalem Post со ссылкой на главу МИД Израиля Каца. По информации издания, такой удар якобы должен стать ответом на ликвидацию в Тегеране лидера Хамас Исмаила Хани. Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что Иран и Хезбалла могут начать свою атаку в ближайшее время. Мы не знаем точного времени атак, но они могут начаться уже в ближайшие 24-48 часов. Блинкен обратился к министрам иностранных дел стран G7 с просьбой оказать дипломатическое давление на Иран, Хезбаллу и Израиль, чтобы те достигли максимальной сдержанности. Бывший президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп ранее заявлял, якобы слышал, что Иран мог совершить атаку на Израиль уже ночью на 6 августа. В разговоре с американским онлайн-стримером Адином Россом политик в очередной раз уверял, что этого бы не произошло, если бы он находился на посту президента, пишет Израиль Нэшнл Ньюс. Однако Трамп ошибся, ведь атаки в ночь на 6 августа не было. Тем временем израильские СМИ сообщают, что РФ срочно перебросила в Иран ОТРК Искандер и комплексы РЭП Мурманск-БН. Кроме тяжелого вооружения, 5 августа РФ также перебросила в Иран своего экс-министра обороны Сергея Шойгу. Как сообщает Билд, Шойгу прибыл в страну с официальным визитом. Обусловленным масштабной эскалацией на Ближнем Востоке. СМИ сообщают, что цель поездки – укрепление двухсторонних отношений в области экономики и безопасности. По информации российских СМИ, Шойгу встретится с новым президентом Ирана Масудом Пизишкианом, секретарем Высшего Совета национальной безопасности Али Акбаром Ахмадианом и начальником штаба армии Мохаммадом Багири. Иранское агентство ТАСНИМ подтверждает, что Шойгу прибыл в Тегеран для обсуждения текущих региональных и международных вопросов. По информации The New York Times со ссылкой на иранских чиновников, которые знакомы с военным планированием, лидер Ирана Масуд Пизишкиан заявил о решимости углубить отношения с РФ как со своим стратегическим партнером. Россия является одной из стран, которые поддержали иранский народ в трудные времена. Пизишкиан утверждает, что преступные действия Израиля в секторе Газа и убийство лидера Хамаса Исмаила Хани в Тегеране на прошлой неделе является наглядным примером нарушения всех международных законов и правил. Совместные позиции Ирана и России в продвижении многополярного мира, безусловно, приведут к большей глобальной безопасности и миру. Шойгу отметил, что Россия готова к полноценному сотрудничеству с Ираном по региональным вопросам. В России на военном заводе в Башкортостане произошел взрыв. Это случилось на предприятии российского ПВК «Авангард» в городе «Стерлитамак». Взрыв произошел, когда ремонтная бригада демонтировала трубопровод в одном из цехов. Все три члена бригады погибли. Предполагают, что рабочие нарушили технику безопасности во время резки труб, и газовоздушная смесь вспыхнула. Завод «Авангард» принадлежит российской государственной корпорации «Ростех» и выполняет оборонный заказ. В частности, он производит детали для ракетных систем залпового огня. Предприятие находится под санкциям Евросоюза, а также Швейцарии и Украины. Утром 6 августа российские пропагандисты запустили информационную кампанию. Они начали распространять информацию о том, что украинские военные якобы прорвали границу в Курской области. По информации телеграм-канала «Два майора», четыре танка подошли к границе у Суджанского района. А телеграм-канал «Астра» написал, что бои якобы шли на нескольких участках государственной границы. В РФ также утверждали, что ВСУ якобы перешли участок границы малой группой на несколько сотен метров. Ну а потом губернатор Курской области Алексей Смирнов выдал, что пограничная служба ФСБ не допустила прорыва границы. Чиновник утверждал, что информация якобы о таках ВСУ поступала из Суджанского и Кореневского районов. Зет-канал записки ветерана пошел дальше и написал, что ВСУ пытаются прорваться и в Белгородскую область. В сети также появилась фототехники, которые россияне пытаются выдать за украинскую, с характерными опознавательными знаками. Также, как ранее заявляли в РФ, в ночь на 6 августа на территории Курской области было сбито 26 БПЛА. Местные жители в сети публиковали кадры с последствиями работы ПВО. У Украины был шанс одновременно уничтожить десятки российских самолетов Су-34. Но из-за запрета США применять дальнобойное оружие по России ВСУ не смогли им воспользоваться. Как пишет Форбс, из-за отказа союзников Украина усилила свои атаки на наиболее уязвимые российские аэродромы, применяя собственное оружие. Так, в субботу 3 августа украинские беспилотники нанесли удар по авиабазе в Морозовске, на юге России, в 200 милях от линии фронта. По данным украинской разведки, в результате налета был уничтожен истребитель-бомбардировщик Су-34, а также повреждены еще два Су-34 и сожжен склад боеприпасов. Украина надеется уничтожить истребители-бомбардировщики Су-34, поскольку КАБы стали решающим фактором практически всех недавних побед России на всей линии фронта. Однако, как отмечает Форбс, подобные налеты становятся все труднее проводить, поскольку россияне перебрасывают свои военные самолеты на менее уязвимые базы. Редкая возможность нанести серьезный удар по инфраструктуре КАБ представилась этим летом, когда 47-й гвардейский бомбардировочный авиационный полк ВВС России припарковал десятки Су-34 из примерно ста имеющихся на вооружении на открытой авиабазе Воронеж-Мальшево на юге России в ста милях от границы с Украиной. Отмечается, что Воронеж-Мальшево достаточно хорошо защищенная база, поэтому украинцы попросили разрешение выпустить по ней ракеты Атакамс, которые практически невозможно перехватить. Но администрация президента США Джо Байдена ответила отказом. Наблюдая за переговорами по поводу Атакамс, россияне решили вывести Су-34 с Воронежского-Мальшева и других приграничных аэродромов. Сегодня многие Су-34 находятся на базах в сотнях миль от границы. Они не неуязвимы для украинских беспилотников. Самые дальние модели летают на расстоянии более тысячи миль. Но они защищены от большинства украинских беспилотников, а также от Атакамс, самые мощные из которых имеют дальность всего 190 миль. Если Белый дом когда-нибудь даст разрешение на налеты Атакамс на российские базы, может быть уже слишком поздно. Самые ценные цели могут оказаться слишком далеко. 6 августа в одной из квартир на западе Москвы прогремел взрыв. ЧП произошло в квартире на втором этаже многоэтажки на улице Артамонова. Как сообщает телеграм-канала Шот, 62-летний Игорь Алешин взорвал гранату, сидя на стуле возле кровати. Москвич мог совершить суицид из-за болезни. В последнее время он страдал из-за последствий инсульта. Поэтому мужчина дождался, пока жена уйдет из дома и достал гранату. По данным Шот, он погиб. В Приморском крае РФ в городе Дальнереченск прорвало дамбу из покрышек, которую построили власти, чтобы защитить город. Люди передвигаются по улицам на лодках. Об этом пишет российское издание «Без формата». Жителям района мясокомбината предложили эвакуироваться в школу, поскольку прогнозируют, что в ближайшие два дня потоп будет набирать обороты. Отметим, что в России уже четвертый случай разрушения дамбы за последние две недели. Так, 4 августа наводнение накрыло Забайкалье и Бурятию. 29 июля прорвало в Сегерском округе Карелии. А 26 июля на Киолимском водохранилище в Челябинской области. На этом у нас пока все. Не забудьте подписаться на канал, чтобы быть в курсе самых важных событий. Увидимся! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok